Неожиданно, Xiaomi очень мало зарабатывает на смартфоне Redmi Note 7, а некоторые версии и вовсе продаются в минус. Во времена непрерывно дорожающих смартфонов трудно поверить, что какие-то производители готовы продавать свои смартфоны едва ли не по себестоимости. Но такое все-таки случается, если судить по высказыванию вице-президента Xiaomi Group Liu Weibing, занимающего одновременно позицию главы бренда Redmi. На днях Сун Чин Су, Сан Чангска, партнер инвестиционного департамента Xiaomi, пожаловался в Weibo на тот факт, что Redmi Note 7 невозможно купить в обычных розничных магазинах. На что Liu Weibing ему ответил, что компания зарабатывает на Redmi Note 7 очень мало, а некоторые версии и вовсе теряют деньги. То есть продаются в минус. Поэтому ни о какой розничной модели продаж, априори более затратной, пока речи не идет. Топ-менеджер попросил каждого понять этот тонкий момент, при желании приобрести смартфон, делать это через официальную онлайновую площадку Xiaomi Mall. Из всего этого можно сделать пару умозаключений. Первое, после выделения Redmi в отдельный бренд Xiaomi Group приняли решение наращивать долю рынка новых Redmi, поступившись ценой. Как долго продлится такой аттракцион щедрости, непонятно, но наверняка эффект растянется во времени. Второе, бюджетный флагман Redmi на флагманской соусе Snapdragon 855 может оказаться, но очень бюджетным, в плане цены. Другими словами, он может оказаться даже доступнее прошлогоднего бюджетного флагмана Покафоне F1 с поправкой, конечно, на иные характеристики и возможности. Если Redmi Note 7 позволил бренду хорошо закрепиться в категории моделей среднего уровня, то флагман даст возможность нарастить аудиторию среди более требовательных пользователей, а также забрать на себя часть рынка флагманских моделей других производителей. С низкой ценой это будет сделать достаточно просто.